This conference will now be recorded. Евгений уже давненько не видел. Хорошо, вы говорите. Спасибо, Евгений, стараюсь. Честно говоря, бесплатные вебинары даются тяжело мне, потому что к ним приходится много готовиться, даже с маленькими темами. Ну вот сегодняшняя тема, я ее сделал еще более простой, чем предыдущей, но на мой взгляд интересной. Поэтому будем сегодня об этом говорить. Маленькая саморекламка. Уже 10 лет я работаю в специалисте. Здравствуйте, Эдуард. Приветствую вас. И веду курсы, в основном, связанные с веб-направлением. Всякие HTML, JavaScript. В последнее время реже PHP. Вот React тоже курс я создавал. Ну и в центре специалист дает определенные бонусы возможности нашим слушателям и мне, как преподавателю. И вот специалисту получается сейчас 30 лет в этом году исполняется, а моей работе в специалисте 10 лет. И в общем-то я думаю, что возможно с кем-то из вас мы еще очередной раз встретимся именно на самих занятиях в специалисте. Ну а наш сегодняшний пример посвящен использованию WebStorage API. Это такой достаточно уже старый инструмент. То есть я помню время, когда он только появился. Новый был. Обычный. А сейчас он уже такой достаточно всем известный. Так что если вы о нем слышали, вы сегодня ничего не увидели. Я вот так вот помогу немножко, чтобы вебинар была. Так, друзья. Да, пожалуйста, следите за микрофором. Значит, основная идея WebStorage API это вот у нас есть браузер клиентский, да, в данном случае у меня Google Chrome. И я хочу иметь возможность сохранять какие-то данные в браузере. Не как в 90-х годах при помощи кусочков информации, печенья, да, куки, а более элегантным способом. Хотя, если вы обратитесь к фронтендерам и спросите, что лучше в приложениях использовать, там, куки или local storage, там не всегда бывает однозначный ответ. Там в интернете много очень по этому поводу споров, что лучше, что безопасней. Однако вот мы local storage, конечно, наверное, любим, используем его. Я заранее сегодня приготовил интересный пример, чтобы не озадачивать вас длинным вступлением с фиорской премьеры, как я люблю обычно это делать, а сразу перейти к сути. Ну, во всяком случае, подписчики на моем канале на YouTube, они обычно мне намекают, что лучше так делать, что лучше что-то пропускать совсем базово. Так вот, я сегодня сделал следующий пример. Давайте посмотрим, что я буду делать, что мы будем смотреть и как это будет выглядеть. Обещаю, что код сегодня писаться будет и при этом обещаю, что его будет писаться не очень много, так что никто не потеряет нить рассуждения. Вы сможете прикинуть, нужен вам этот пример или не нужен. Итак, у нас есть файл индекса HTML, у нас есть видео. Это видео, оно взято, в общем-то говоря, и расположено локально, но я на самом деле это видео выкладывал некоторое время назад на своем канале. Оно посвящено работе с консоль-логом. Консоль-лог – это инструмент, метод, который позволяет выводить что-то в консоли браузера, вот здесь. И это видео размещено при помощи тега видео, который достаточно давно с появлением HTML 5 спокойно нами используется. Controls – это у нас атрибут, который заставляет показаться элементы управления. Это вот кнопка, это вот этот вот индикатор, это вот громкость, распахнуть на все окно и так далее. Немножко стилей, чтобы было интересно смотреть там с тени в этом самом деле. Вот, если вдруг вам будет интересно посмотреть, заценить этот ролик именно как именно сам консоль-логу, как его описание идет, вы можете это всегда сделать, перейдя либо по этому QR-коду, либо я сейчас быстро в чат тоже вот так вот отправлю. Ну, не сейчас, конечно, смотреть надо. Итак, почему сегодняшняя тема у нас звучала, как пример, в AppStoreG API? Я очень долгое время бьюсь, чтобы наши видео в личном кабинете на сайте специалиста, учебные видео, были более удобными для наших слушателей. Я не могу сказать, что эта борьба бывает часто успешной, то есть любые нововведения приходится проталкивать с трудом. И вот один из нюансов, с которыми я столкнулся, это нюанс, когда в большом ролике, например, в четырехчасовом, имеется в виду четыре часа академических, есть фрагменты, когда человек смотрит видео, там останавливается в каком-то моменте и по какой-то причине намеренно или ненамеренно обновляет страницу в браузере. И мы всегда сталкиваемся с одним и тем же, что у нас видео сбрасывается на начальную позицию. И это, откровенно говоря, раздражает. Я не буду говорить о всех моментах, которые меня лично раздражают, в попытке взглянуть со стороны на эти учебные видео. Там есть очень много всяких нюансов. Но вот это один из очевидных, ну и плюс он с темой вебинара связан. Так вот мы сегодня хотим сделать так, чтобы при загрузке страницы у нас вспоминалось предыдущий момент просмотра. Между прочим, у нас когда-то был вебинар по Local Storage. Я уже рассказывал, что можно сохранить данные из формы, которые человек вводит. Вводит, вводит, вводит. Потом раз, происходит перезагрузка страницей, чтобы форма не потеряла свои данные, она берет их из Local Storage. Был такой вебинар. На специалист TV можете спокойно посмотреть. Ну а здесь сейчас мы как раз реализуем то, о чем я сказал. Еще раз, кода будет архи-мало, все будет архи-понятно. Зацените. В TagiScript мы, наверное, вешаем на объект Windows, на событие load, на событие загрузки, потому что нам надо установить нужное время именно в момент, когда страничка загрузилась. Вешаем обработчик. Вы можете использовать старую, базовую модель событий и сказать window.unload без проблем. Но вот я фанат AdventListener, если можно так сказать, потому что он удобен, он как бы гибче. И, соответственно, нам там надо сказать, чтобы мы убедились, что все хорошо работает, console.log, console.log.load. Я сейчас сохраню мой документ. У меня уже работает live-сервер. И мы сразу вот здесь вот увидим, видите, load прописывают, все прописывается нормально, все прописывается классно. А дальше вы наверняка знаете, что у HTML элемента видео, вот у этого, есть такой атрибут, который называется current time. Это такое специальное одновременное свойство у объекта, которое позволяет показать, в каком фрагменте видео в общем-то, мы с вами находимся. И я хочу здесь написать следующую фразу. Video.currentTime. Video.currentTime равняется 0. Это сейчас вот это вот дефолтное время. Как вы видите, все просто. Ничего на самом деле не сработало. И вот теперь мы переходим к самому интересному. У нас вот здесь во вкладке Application, это если F12 нажать в хроме, ну или там какие-то клавиши там, я не знаю, в Safari там, наверное, своя какая-то клавиша, то мы попадаем в такое специальное хранилище, K-Value. K-Value хранилища, они очень удобны, когда вы можете придумать какой-то ключ-индекс и какое значение будет храниться в этом ключе. Но оно отличается от того, как простые объекты, например, хранят свои свойства. В K-Value хранится строка какая-то, какой-то ключ, но видеозаписи там, айдишник какое-то, любое обозначение. Мы в одной группе делали здесь ключ под названием basket и собирали корзину, например, ну допустим в React. А вот здесь вот строковое значение, строго. Вот это немножко вначале некоторых бывает смущает, потому что вроде как крутая штука, в то же время значение должно быть строкой. Ну вот в нашем примере это слишком как-то не очень сильно будет критично, потому что, ну по-моему, что сло сохранили в строчку. И обратно. Друзья, кто там опять микрофон включает, я очень прошу, следите, выключайте, чтобы вот таких вот звуков не было. И мы можем обратиться к этому хранилищу при помощи вот такого вот объекта, Local Storage. Причем я могу обратиться сразу к свойству, которое сам придумал. Это свойство называется C-Time, то есть Current Time. Я сам его придумал. Это вот свойство, которое я сам придумал. Можно было через метод использовать, можно вот так. Это означает, что я в Video Current Time, если вот это свойство есть, я его запишу вот сюда, вот при помощи достаточно нового, интересного оператора. Называется оператор нулевого слияния. Достаточно любопытный, классный, я его хочу здесь использовать. Если его нету, этого свойства, а у нас вот здесь вот видите, нету никакого C-Time, мы его просто еще не установили. Мы записываем в Video Current Time в реальный атрибут этого объекта значение 0. То есть в строку записываем число 0. Очевидно, что там записывается опять строка. Вы наверняка заметили, что я использовал сейчас, скажем, такой старый, древний способ обращения к элементу по айдишнику, потому что даже в этом примере, в сегодняшнем уроке, мне было лень писать Query Selector или Query Selector All, а вот такой подход, когда по реальному айдишнику можно к элементу обратиться, он достаточно такой старый, давно используемый. Ну, в общем, почему бы нам так не сделать. Окей. Теперь смотрите. Второе и последнее действие, которое нам надо будет сделать на этом нашем мастер-классе, это навесить обработчик на непосредственно сам элемент видео. То есть у нас каждый раз в нашем локальном хранилище должно появляться текущее время, которое мы просматриваем, и сохраняться, чтобы при повторном открытии у нас оно было установлено в 24 стаке. Поэтому я тоже говорю AddVentListener, тоже описываю здесь, у нас будет какая-то, ну, допустим, стрелочная функция обработчик. Событие, которое я сейчас буду использовать, называется TimeUpdate. Оно очень интересно тем, что оно вызывается всякий раз, когда у нас апдейтится время просмотра. Ну, вот если мы сейчас вот так вот сделаем, в консоль-логе я сохранил содержимое, открыл консоль и запускаю видео. Давайте посмотрим. Я делаю сейчас паузу, и вы легко замечаете, что время, которое указано на самом видео, это 10 секунд, и время, которое показывается у меня сейчас в консоли, это тоже 10 секунд. Если бы я округлил обычным округлением, то у нас бы все совпало. Здесь видите, дробные значения показываются. То есть это то, что нам нужно. Теперь все, что нам остается сделать, это заполнить LocalStorage ситайм вот этим вот обозначением. То есть мы говорим, время, запомнись, пожалуйста. Вот так вот. И сохраняю. Вот, в принципе, и все. Давайте посмотрим, действительно ли это получилось, работает ли оно. Для этого мы забираем все в Application. Смотрим, что Кея еще нету. Это логично, потому что мы еще ни разу TimeUpdate после сохранения страницы не видели. И вот теперь самое такое кульминационное действие запускаем. Посмотрите вот на это время. Перекручиваю. Перекрутил на 10.56. Рассказывается в видео про Console Group метод. И смотрю, ситайм равняется 656 секунд. А 656 секунд, ну, в общем-то, 60 умножить на 10, как раз вы увидите здесь 10 минут. Да? Видите, все четко. И я сказал, что это было самое кульминационное, на мой взгляд. На самом деле, самое кульминационное это открытие, повторное открытие станицы. То есть, вот я сейчас обновляю станицу, смотрите, раз обновил ее, и видео открывается на том же самом месте. Вот ради чего этот весь наш сегодняшний пример как бы готовился, предполагался. Обновляем станицу, все готово. Понятно, что здесь есть много к чему придраться. Ну, самокопательством займусь. Например, если у меня есть много видео, если они находятся на разных страницах, нельзя время хранить в одном месте. То есть, надо либо какой-то совокупный объект делать, по частям обращаться, либо запоминать в JSON и сохранять строчку. Но это уже совсем другая история. Главное, что наше видео мы с вами сохраняем прямо вот здесь и сейчас. У нас вопрос в чате от Иван. Иван, спасибо вам за вопрос. Почему нельзя куки использовать для этого? Ну, я вообще-то раньше и сказал, что в интернете много споров, почему куки можно или нельзя использовать. Я сегодня не использовал куки по одной простой и обидной возможно причине в ответе это то, что наш вебинар предваряет курс, где перед курсом идет HTML5 API, а там мы рассматриваем как раз работу со сторожем и я вас сегодня приглашаю как раз на этот курс по работе со сторожем. То есть, никто не говорит, что куки использовать нельзя. В принципе, использовать можно. другой вопрос, другой еще момент, что их не все не любят. Ну, как минимум одного человека вы сейчас видите, что я их не люблю. Принципиально просто не люблю. А если закрытие браузера и открыть, они останутся или нет? Ну, давайте я вам сейчас покажу. Так, это было неправильно, некрасиво сделано. Я хотел открыть в инкогнито. Там же получается, что очевидно, размер получится другой. Согласны же, да? Да, там размер получится другой. Добрый вечер, слушатель с очень трудночитаемым ником. Окей. Я не знаю, как его прочитать, этот ник, поэтому просто сдастся. Да, теперь я беру и говорю, закрываю браузер. Так, ну, я надеюсь, при открытии браузера еще раз. Видите, какая проблема. У меня тут получается, он-то все равно открыт с моими другими работами. Получается, я вам не до конца честный пример показываю. У меня там второй. Приветствую, нагиб, здравствуйте. И получается, что вот, да, что вы такую картинку все равно увидите. так, не совсем честный пример получился. Не весь браузер я закрыл, но, поверьте, local storage будет там храниться. Чтобы не хранилось значение после перезагрузки, там есть еще session storage. То есть, вы будете там действительно терять момент вот этот вот. Поэтому клиентская часть, она клиентская, она хорошая, вот, а, ну, забывать про то, что там что-нибудь на сервер сохранить надо, в общем, это забывать не надо. что, ну, в общем, не очень хорошо. Так, следующий вопрос. А storage тоже 4 килобайта, в смысле, как этот самый, как, как куки, Нет, да, там около 10 мегабайт, но там, видите, там еще зависит от, может зависеть от того, в каком браузере вы работаете, реализации всякие и разные. 10 мегабайт, это тоже не так уж очень много, но этого может хватить на всякие вот такие мелкие вещи, типа, там, запомнить тему, которую выбрал на сайте пользователь, темную, светлую, да, тоже они не все проблемы решают, если вы перейдете с браузера на браузер, с одной машины на другой, а, тема попадет, ну, вот, как-то так. От такого частого сохранения не будет ли повышена нагрузка на процессор, Илья? Классный вопрос, мне самому интересно, я, честно говоря, никогда не задавался такой мысли, не могу сказать. А если будет часто, нужно будет реализовывать дебаунс, если будет часто, ну, я не сталкивался так, друзья, будем откровенны, вот я с чем сталкивался, о том расскажу, с этим не сталкивался, с часто, ну, зачем часто, может быть, если вы в какую-то игруху играете, вам нужно отслеживать положение мыши, по маус-муфтам назначать значение, ну, в общем, не знаю, что сказать. Админ спрашивает у нас, а как в коде бэкэнда обращаться к local storage? Друзья, наверное, не получится у вас так это обратиться, лучше, скажем, про классику, когда вы из фронтэнда к самому бэкэнду обращаетесь, ну, вот, это классика, то есть вы берете и любым знакомым API, либо это Ajax Fetch, да, классика, либо это еще более продвинутые веб-сокеты и кидаете запрос на сервер, сервер уже это дело получает, так сервер, конечно, никак, на клиенте у нас хранится, да, вот, ну, дайте я еще раз наслажусь, смотрю, вот так вот сделал, тыдыщ, сохранил, обновил, и у меня то же самое время осталось, ну, не знаю, как вы, а я прям в восторге от того, что эта идея, в общем-то, была реализована, исключительно клиентская тема, Трецератопс, никогда не думал, что такое скажу, абсолютно прав, это чисто клиентская тема, частенько, те, кто делают SPA-приложения, они отправляют запрос на бэкэнд, получают какой-то ключик-такен, сохраняют его, вот тут опять борьба идет куда лучше, в Куки или в Local Storage, и потом от Local Storage кидают его каждый раз для периодической авторизации, подтверждения для работы, ну, как обычно, ничего идеального нету, то есть, если вы фанат работы с серверами, или вот у вас это плотно связано, а оно часто будет плотно связано, то, конечно, это не идеальное решение, вот такие дела, ну, что ж, пишите еще свои вопросы, а я пока хотел бы перейти к откровенной рекламе, нового по самому материалу я не скажу, я приглашаю вас на классный курс, который называется уровень 50, уровень 10 HTML5 API, чем интересен курс, он содержит не только рассказ про Local Storage, мы там еще говорим о геолокации, изначально даже она планировалась вебинарно, я устоял, мы говорим там о Canvas, мы говорим там о IndexedDB, мы говорим там о Worker, и мы говорим там еще какая-то тема была, забыл, в общем, там много классных тем, немножко досадно, то, что эти темы все, они классные, они интересные, но в рамках одного проекта насильно, искусственно их объединять, на мой взгляд, смысла нет, поэтому мы там на маленьких кусочках это все дело рассматриваем, вот, поэтому, если вдруг вас какая-то из этих тем беспокоит, то, конечно, подключайтесь, а так вообще еще мне сказали вам сказать, то у нас есть комплексные программы, и вот этот курс, он входит в FullStack JavaScript программу, вот, комплексные программы, это когда куча курсов объединяется в одну тему и дальше уже используется, так, в общем, штука прикольная, пишет Андрей, надо найти применение, да, вот, если вы чувствуете, что фантазия начала работать, или что, я почти уверен, что вы будете с этим работать, почти уверен, да, почему печалька, ты же не сможешь сервер обратиться ко всем компам, там, это там общение в чате, да, у меня сквозное использование объектов на MVC, слушайте, ну, сквозное использование, да, все, ну, там, придется вам сказать, не, скорее всего, придется через сервер, ну, чем, может, конечно, в рамках, пишет Евгений, потоку запросить, да, 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 подписчик, сабска, сабскрайбер под тем используя, да, друзья, ну, и, у нас есть много разных форматов обучения, они все разные, они все тоже вызывают разные эмоции, это очное обучение, стандартное обучение, это очень заочное, когда мало встреч, и пара встреч, там, тройка в классе, есть открытое обучение, такой, наиболее такой вариант специфический, когда вы основную часть видеоматериала смотрите, либо в классе, либо дома, а преподаватель сидит на связи, и вот никак в этом вебинаре, я там без остановки говорю, а просто ждет вашего вопроса и помогает разобраться. Почему такой достаточно специфический формат, после него обязательно один говорит, о, мне супер понравился, другой говорит, о, не, мне подходит просто там обычное очное, так что сориентируйтесь у менеджеров, расспросите и прикиньте, открытое обучение идут чаще, потому что, там, если у меня, например, есть 17 курсов, которые я веду, то я могу за месяц провести, ну, сколько там, 2-3-4 курса, в открытом обучении, конечно, их получается стартовать гораздо чаще. Я надеюсь, что, возможно, у вас остались какие-то вопросы, пишите, если да, а, а вообще, я приготовил вам такой небольшой, ну, не знаю, можно сказать, сюрприз, бонус, потому что, мне кажется, надо, надо как-то поощрять, вы нашли время, полчаса, 45 минут, потратили его, подключились, послушали, позадавали вопросы, мне кажется, это интересно. Я хотел бы поделиться вот таким вот видео, которое заснял, заснял некоторое время назад, это тоже, как использовать local storage, сохраняя видео, сохраняя момент просмотра видео, но уже применительно к ютубовскому ролику. Там получился классный пример, там есть весь готовый код, тоже прописанный, поэтому посмотрите, и я думаю, что вам обязательно понравится, если в целом тема вебинара вам зашла. А покажите очистку этих параметров. Давайте посмотрим очистку параметров. Ну, во-первых, первый грустный жесткий, это вручную отделетить, вот так вот, да, ну, наверное, вам не этот вариант интересен. И второй, это когда мы берем с вами, что, какую-нибудь кнопочку делаем, сброс, к примеру, да, сброс, и, соответственно, говорим, что у нас что у нас клей Red Event Listener по клику, да, вот так вот. Ну, и дальше мы либо можем сделать как-нибудь, попробовать через Mufighting, а можно просто 0 было присвоить, но я сейчас через Mufighting сделаю, удалить фрагмент. Вот так вот сохраню. Как вы видите, кнопка у меня действительно появилась, да, нажимаю, у меня ключ пропал, я доволен. Но, опять же, там можно несколько кнопок сделать, чтобы там разное время показывать. А в своих экспериментах с YouTube-овским видео я пробовал делать кусочки текста и подгонять их под нужное время в видео, чтобы потом в дальнейшем теоретически еще и раскадровку текстовую приводить и нажимать на параграфы, а видео прокручивается в новом месте. В общем, грежу тем, что давным-давно у некоторых американских, ну, западных площадок реализовано, а у нас пока не так. Ну, вот я думаю, что со временем мы это делом попробуем. Пишет Сергей, открытое оказалось не таким страшным. Я рад. Друзья, вот Сергей подчеркивает, что не таким страшным. Это не значит, что для вас оно не окажется страшным или нет. То есть каждый пробует сам разные там варианты, случаи. Ну, вот если не показалось страшным, то значит ок. Препод сидит на связи и постоянно готов ответить. Ну, не знаю. По-моему, это неплохой вариант. По-моему, это неплохой вариант. Евгений говорит, Андрей, гуглит. Окей, да. Да, да. Гуглит нам частенько помогает. Ну, что, друзья, я очень благодарен, что сегодня, 26 августа, вы нашли время, подключились и посмотрели. Я очень надеюсь, что вы провели время с пользой и нашли что-то для себя. Обязательно посмотрите тот пример, который я вам отправил с видео с Ютубом. Надеюсь, до новых встреч. Так и хочется сказать, поддержите лайком и комментариями спасибо вам огромное. Удачи, всего доброго. Пока-пока. Алексей, спасибо за встречу. Спасибо огромное, Сергей. Спасибо. Спасибо вам. Окей. Да, спасибо вам. Спасибо, друзья. Я вижу, ваше спасибо, и они меня поддерживают. Спасибо. Евгений, спасибо за лайк на Ютубе. Я никогда не думал, но это действительно поддерживает. Спасибо вам, друзья. Спасибо. Спасибо, Юлия. Спасибо. 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 Спасибо.